Вчера, будучи в нашем музее для друзей, я забрал эти часы, подаренные Элвисом. Вот они у меня в руках. Видите, вот. Посмотрите, с какой целью я взял эти часы. Потому что тут очень глубокая, шикарная гравировка. Я хотел бы сделать вот на этом лебеде, который я привез сейчас из Америки. Это олицетворяет, лебедя олицетворяет Аркадий Мечеств Северного. На груди вот тут будет написано Аркадий Северный и Год. Но я хотел бы, чтобы была гравировка такая же глубокая, как бы она была сделана в Нью-Йорке. Я уже ходил. Нет, у меня есть друзья гравировки. Мы, говорит, не можем сделать такую гравировку. Вот она, видите, посмотрите. Сейчас я продемонстрирую эти часы. Вот они. Тут вклеена фотография Элвиса. Одна из последних песен. Don't cry daddy. Посвященная ему отцу, который печалился уходом. Не плачь по матери. Вот здесь вот вместо букв написано Элвис Пресли. И вот она подпись вот есть, в которой ты говоришь. Значит, огромное блюдо, которое было на столе перед гравировщиком. Вот лежали вот эти часы. Все разные. Это не только одинаковые были. Это были разные часы. Мне вот понравилось, потому что тут вот ноты сзади. А были совершенно другие. Почему я это рассказываю? Потому что в интернете находятся люди, которые, говорят, нашлись. Многие читали мне это, давали даже перепечатку. Я не отвечал на это. Собаки лают, ветер носят, я говорю. Потому что говорят, что все это я придумал. Часы эти можно купить в любой лавочке. И все было не так или вообще этого не было. Ну я что? Ну я написал несколько искусствований. Таким девизом. Собаки лают, ветер носят и прочее. Пускай лают. Собаки лают, а караван наш песенный будет идти дальше. До горизонта. Теперь я хочу обросить нашего друга спеть песню, написанную им замечательно. Аркадий Северный, российский шансонье. А, ну тогда я на этом, наверное, месте, да? Да, ну и тебя так снимают. Нет, нет, нет. Запись, да, да, да. Чтобы это было, запись была. Открыть мне, коговый. Ты не слышал, что ты? Нет, сейчас удовольствие. Сейчас полу с удовольствием. Сейчас полу с удовольствием. Это перл. Это наш перл. Проди, присядь. Да ничего. Ну смотри. Мне этот голос жизнь перевернул. Его не спутать ни с каким другим. В мир новых песен двери распахнул. И я врел себя, соприкоснувшись в них, в чужих краях, где счастье искал. Или в суде на горе сныскомье. Своей песни жить и выжить помогал, Аркадий Северный, российский шансонье. Когда тоска ночная душу рвёт. Когда тоска ночная душу рвёт. Когда уже немил весь белый свет. Со старой плёнки снова северный поёт. Ведь с давней юности мне шлёт он свой привет. В чужих краях, где счастье искал. Или в суде на горе сныскомье. Своей песней жить и выжить помогал, Аркадий Северный, российский шансонье. И где бы ни был прерван мой полёт, Я только об одном судьбу молю. Пусть мне Аркадий Северный споёт, И пусть сил последних подпоёт. Прошлое не воротится, И не поможет слеза. Поцеловать мне хочется Точки твои глаза. В чужих краях, где счастье искал. Своей песней жить и выжить помогал, Аркадий Северный, российский шансонье. В чужих краях, где счастье искал. Или в суде на горе сныскомье. Своей песней жить и выжить помогал, Аркадий Северный, российский шансонье. Своей песней жить и выжить помогал, Аркадий Северный, российский шансонье. Бардов. И вот она говорит, Валерий, а можно вас пригласить к нам в школу? Я в школе там спел. Она говорит, а слушай, тут тебя слышали наши ребята из клуба бардовской песни. И они хотят тебя пригласить, значит. Вот я говорю, ну хорошо. А я там на горе жил, на большой такой. Я говорю, ну договоримся, чтоб я остался там ночевать. Ну и в общем они меня пригласили, я пришел. Вот вечер начался. Они спели там уже Городницкого, еще что-то. Ну а вы будете петь? Я говорю, так вы меня пригласили, наверное, буду. Я, значит, одну песню привел. А это чья песня? Я говорю, ну как еще, моя. Вторую песню, третью. Там десятка, два там я спел. И каждый раз меня спрашивают, а это чья песня? Я говорю, моя. Интересно. Ну а потом вторая половина, значит. И вот они стали петь. Я слышал то, ну и Высоцкого, конечно, там пели, и Городницкого, там все. А потом это Наташа, значит, на следующий день я вот с ней встретился. Она мне говорит, слушай, Валера, все удивлялись, что ты свои песни пьешь. Я говорю, так меня же вы пригласили в клуб авторской песни, а не ни одной песни. Вот это мне было смешно. А с них-то в голосе, ну что там они себя проявляют. Высоцкого. Волчок. Неу, о, 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 о.